всем любителям аэросаней большой привет у нас уже первый снег пролетает я вот решил проверить винты перед отправкой человеку красноярск поедут два винта ну и заодно решил помучить мотор маленько посмотреть что у нас показывает с глушителем и без глушителя стоит ли морочиться менять глушак или все-таки оставить его как есть посмотрел до этого мои ролики помнит что это мотор у нас 20 сил лифан честно говоря у меня есть небольшие сомнения что здесь есть 20 сил ну будем отталкиваться что здесь двадцатка в общем производитель говорит нам что здесь 20 лошадок вот кстати открутил глушитель вот меня очень интересовала вот эта часть увеличено ли окно выхлопное по сравнению с пятнашкой в общем здесь характеристики хода и диаметра поршня такие же как на 18 с половиной я рассчитывал что здесь изменена головка увеличена выхлопное окно всасывающая возможно клапана там изменены ну после снятия глушителя в общем какая картина окно выхлопное такого же диаметра что и на пятнашки миллиметр миллиметр то есть ничего здесь не изменено за счет чего здесь еще добавили полторы лошадиные силы я пока не понял все признаки того что это все-таки 18 с половиной лошадиных сил мотор они 20 пока я не нашел в нем ничего что чтобы доказывала что здесь все-таки увеличена мощность до внешний вид изменен головка вот маленько изменена но в чем здесь карбюратор по моему один в один такой же ну карбюратор тоже откручу посмотрю но скорее всего это будет один в один с таким же с такой же пропускной способностью если только жиклёр увеличен маленько топливный так ну в общем что я хочу сделать проверить сейчас тягу без глушителя и с глушителем и посмотреть сколько же у нас съедает все-таки глушак стоит ли сюда делать самодельный глушитель или нет в общем сейчас заведу включу наш динамометр так скажем чтобы было все по нулям по моему начинает подмерзать так нет работает сегодня уже слегка минусовая температура ну чуть-чуть совсем буквально чуть ниже нуля ну пробуем попробовали ну что-то в районе восьмидесяти килограмм показал но это уже неплохо тут еще получается у нас килограмм 15 13 выдают больше чем 15 сильный к сожалению нет возможности проверить на 18 с половиной сильном моторе просто у меня нет его в наличии но тем не менее тянет неплохо уже в общем-то этой тяге для одноместных аэросаней за глаза кто не в курсе диаметр винта 180 шаг 90 вот 80 килограмм допустим не для одноместных саней уже будет с избытком я смело сюда могу делать винты с большим шагом увеличиваться по шагу то есть рассчитывать винты более скоростные делать сюда ну пусть мы маленько потеряем по статике ну в общем-то 60 килограмм не в любом случае хватает для этих саней то есть можно значительно увеличится по шагу и против ветра будет очень легко нам ездить но этот винт у нас не самый тяговитый я думаю если сюда поставить пропели рассчитанные на статику килограмм 90 смело мы с этого мотора можем снимать то есть к вопросу стоит ли брать такой двигатель или нет наверно все таки стоит не велика разница уж здесь там с 18 сильным мотором по цене там с 15 конечно да вам подороже двигатель такой стоит в районе 27000 но здесь у нас и катушка на освещение стартер а если брать его без стартера и без катушки но в районе 20000 такой двигатель можно купить думаю стоит его покупать брать кстати вот по ремням кто-то обратил внимание предыдущем ролике что я заменил ремни другие стал использовать ремень видно нет будет зубчатый размер ремня 17 на 900 в общем эти ремни используются на мотоблоках вот то есть ищите их там где продают мотоблоки там имеются в продаже такие ремни пусть не смущает вас размер 900 у нас ремни стояли здесь на этом редукторе 937 но по длине когда их меряешь они абсолютно идентичные даже вот этот ремень чуть-чуть на несколько миллиметров он больше то есть я эти ремни раньше не покупал лишь из-за того что меня смущал размер то есть он мне не подходил по размеру потом перевел редуктора на ремень 900 на ремень 900 чуть-чуть не сделал ниже стойку на два сантиметра а когда ремни на 900 закончились вот эти купил случайно просто приобрел эти ремни стал их устанавливать на тот редуктор они оказались длинноваты померил на редуктор под 937 ремень они идеально подошли по ремню что могу сказать вот после первой установки он как натянул больше не перетягивал то есть не тянется ремень это хороший признак шкивы абсолютно не греет не под буксовывает несмотря что здесь как бы не резина какая-то вот состав такой не похож он на резину но тем не менее он не буксует ведет себя достаточно хорошо не знаю как зимой покажет он себя может быть будет там лопаться вот эти вот вещи но посмотрим поездим как он ходит но в любом случае цена его так скажем очень доступная я нашел на базе покупал их по 150 рублей первые потом маленьком не там цену подняли но в любом случае не критично за 200 рублей эти ремни можно купить то есть у кого были проблемы с ремнями попробуйте вот такой ремень приобретите в общем показывает он себя вроде бы неплохо скажем рубена вот такой зубчатый стоит где-то 450 рублей ну разница ощутимо здесь практически три ремня можно купить ну что сейчас поставлю глушитель на место попробую с глушителем проверить посмотрим какая разница сколько у нас съедает глушитель установил глушитель сейчас попробую ну с глушителем показал 74 75 килограмм в общем потери такие же как и на пятнашки 5 килограмм 45 килограмм на глушителем мы теряем наверно буду все-таки переделывать оглушить и может бы для начала попробую убрать просто вот эти пламя гасители искрогасители если это результата никакого не даст они уж больно тут заглушены то есть сам ход глушитель побольше а здесь слишком слишком перекрыто получается отверстие уж совсем маленькие попробую сначала их спилить срезать если результата не даст наверно надо будет все таки делать глушитель самодельный ну хотя мне этой тяги и с этим глушителем достаточно 75 килограмм зимой еще будет чуть чуть больше 78 может будет в общем-то за глаза этой тяги кто не хочет морочиться глушителем в общем-то надобности большой наверное нет на этом наверно закончу свой ролик снег у нас все расходится сильнее и сильней надо сани приводить в порядок посмотрим что покажет нам этот двигатель на ходу